всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня 6 мая стоит потрясающая солнечная погода лето действительно началось можно сказать что лето началось как я уже сказала сегодня 6 мая и сегодня проходит по всему миру акция очень важная для не только россиян но и для всего мира связанная с 75-летием победы в великой отечественной войне поэтому мы осветим эту акцию которая также проходит и валанье и сегодня мы с вами отправимся в район конаклы где будем также все это снимать конечно же постараемся снять для вас море но для начала хочу сказать что опять поступает очень много некрасивых комментариев по поводу масок почему я хожу в маске на улице вокруг никого нет неужели нельзя снять маску и говорить на камеру ты что захочешь боишься заразить камеру в общем поступает очень много странных комментариев друзья еще раз объясняю в начале видео для тех кто не смотрел мои предыдущие видео не читает комментарии и не видел это объяснение предыдущих видео в турции запрещено выходить на улицу без масок запрещено и это не обсуждать если вам кажется что когда я что-либо снимаю и вокруг никого нет вам это только кажется не забывайте что за кадром за камерой тоже существует жизнь в турции как я уже сказала выходить без масок запрещено и если вы находитесь на улице без масок то вас штрафуют если вам опять же кажется что вокруг никого нет и можно снять маску нет этого делать нельзя полиция все видит и даже когда мы снимали прошлое видео на на видео вы видели некоторых людей которые сидели на набережной полиция сразу же приехала попросила всех я не знаю выписали им штрафы или нет полиция попросила всех уйти и к нам также подходила несколько раз узнавала что мы делаем и смотрела находимся ли мы в масках поэтому друзья пожалуйста давайте вопросы и комментарии по поводу масок мы опустим как я уже сказала это не обсуждается находиться на улице вне своего жилого помещения можно только в маске если у вас масок нет то всем гражданам турции по сообщению которая приходит на телефон по коду можно получить маски в аптеке бесплатно на данный момент насколько я знаю продажи масок уже разрешено поэтому маски также можно приобрести если их нет в аптеках то в интернете с этим проблем никаких нет и раньше когда мы еще не достигли пика всего этого правительство распорядилась о том что маски продавать запрещено и всем гражданам маски будут выделены бесплатно нужно было подать заявку на сайте после этого приходил код который нужно было предъявить в аптеке и вам выдавали маски айхану этот код пришел мне этот код тоже пришел айхан свои маски уже получил я буду получать эти маски сегодня поэтому давайте поедем вместе с нами и проведем классный день сначала мы приехали в магазин бим для того чтобы купить перчатки перчатки у нас закончились и обычно если много народу то здесь стоит очередь пускает по несколько человек на сейчас как вы видите никого нет поэтому зайти можно свободно магазинах как вы видите все есть никаких проблем ни с продовольствием ничем нет мы взяли воду и сейчас возьмем перчатки перчатки вот они сколько они стоят на когда 10 штук 10 штук 745 мы купили перчатки и сейчас отправляемся в ближайшую аптеку для того чтобы забрать маски которые пришли мне по коду как я уже говорила айхану маски айхан своей маски уже получил айхан своей маски уже получил и и и и Сейчас мы приехали в аптеку для того, чтобы взять маски для меня, 5 штук. И вот такой вот код приходит на телефон. Нужно показать удостоверение личности этот код и получите свои масочки. В аптеках есть для дезинфекции рук. Все, все самое необходимое. И, конечно же, 14 правил соблюдения чистоты ваших рук. Ну, в аптеке есть абсолютно все. Можно прийти и купить. Масочки мы получили. Едем дальше. Сегодня, 6 мая, в городе Алайне, Турции, мы присоединяемся к акции Сад памяти. Сегодня Тимур сажает оливковое дерево в честь своей бабушки. Труженик тыла. Здравствуйте, меня зовут Тимур Челик. Я живу в Турции, в городе Алайне. Сажая это дерево, я присоединяюсь к акции Сад памяти. Сажу я это дерево в честь своей прабабушки Екатерины Жильцовой. Она была тружеником тыла. Это моя прабабушка Екатерина Жильцова. Это дерево я посадил в ее честь. Мы ее помним, любим, скорбим и никогда не забудем. То, что она сделала для нас во время Второй мировой войны. Карантин и самоизоляция не стали помехой для нашей акции. И сегодня мы высаживаем деревья в честь наших ветеранов, в честь наших героев в городе Алайне, в Турции. Почему я выбрал именно оливковое дерево? Потому что оно символизирует мир и согласие. Присоединяйтесь к нашей акции. Турция участвует в акции Сад памяти. Сегодня я посадила пуст сирени в честь своего прадеда Тюряева Михаила Семеновича. Стать волонтером Победы, присоединиться к нашим акциям может любой желающий. Независимо от того, живете вы в России или в любой другой стране. Как я уже говорила, мы находимся сейчас в районе Коноклы. И этот район знаком многим из вас. В этом районе располагается большое количество отелей. Есть центр, где расположено большое количество магазинов. Но помимо этого, в этом районе также есть и частные виллы. В одном из таких домов мы только что с вами были и сажали деревья. И, конечно же, здесь очень много разных резиденций. Поэтому, когда вы приезжаете в Коноклы, обязательно ходите по маленьким улочкам и изучайте окрестности. Ну, а сейчас мы едем с вами дальше. Обязательно съездим на берег моря. И сегодня также будем снимать репортаж для другого информационного агентства Турции. Поэтому оставайтесь с нами. Друзья, мы уже находимся на набережной. И сюда мы приехали снимать сюжет. Точнее, у нас будет брать интервью. Одно из крупных агентств турецких новостных, ДХА. В общем, сейчас будем отвечать на их вопросы. Ну и, конечно же, после этого вы увидите сам репортаж, который выйдет на телевидение. Вместе со мной Лена, одна из руководителей сообщества Эдурус и преподаватель. Лена, ты у нас преподаватель турецкого языка. Да. Здравствуйте. В Дуа колледже. И также я являюсь председателем русского общества Эдурус в городе Аланье. Рада приветствовать вас, друзья. Нина. Нина у нас активный член общества. Активист. Да, волонтер победы. Чем ты еще занимаешься? Молодежной. Молодежным крылом. Развлекаем молодежь, подтягиваем к нам. К различным мероприятиям. Лен, у вас в обществе есть разные курсы русского языка для разных возрастов, да? Да, русский язык для разных возрастов. Ну, конечно же, основное – это русский язык для наших детей. То есть основная задача русского общества состоит в том, чтобы сохранить русский язык среди детей, которые родились здесь либо в смешанных браках, либо являются детьми в семьях современных иммигрантов. Потому что всем известно, что русский язык – это, конечно же, сложный язык, и его надо учить. И это то, что нужно сохранять однозначно. Нина, а у вас еще есть свой магазин детской одежды. Так что ты не только активист, еще и бизнесвумен. Да, у меня детский магазин. Ну, я думаю, что мы с тобой сделаем отдельное интервью. Кстати, напишите обязательно в комментариях, интересно ли вам будет узнать историю Нины, как вести бизнес в Турции с точки зрения женщины, которая сюда приехала и ведет свой бизнес. В общем, я думаю, у тебя есть что рассказать, да? Да, обязательно записываю. Поэтому пишите в комментариях, а сейчас мы будем давать интервью. Пока журналисты готовятся к репортажу, настраивают камеры, покажу вам, что здесь у нас происходит. Стоят разные лодки, ждут, ждут, ждут сезон. Вот наши ребята, журналисты вместе с Айханом что-то там обсуждают. И, кстати, лавочки, конечно же, до сих пор все перетянуты вот такой вот лентой, потому что сидеть запрещено. И посмотрите, какая у нас здесь шикарная трава. Просто супер. Скорее бы все пришло в норму, и мы наслаждались нашей прекрасной аланией в полной мере. Сейчас ребята берут интервью у Лены. Работа журналистов очень сложная. Нужно снять много-много материала для того, чтобы получился классный репортаж на всего несколько минут. Сейчас берут интервью у Нины. И, как я же сказала, вы этот репортаж сможете увидеть в конце этого видео. Продолжаются занятия онлайн в Эдурусе. Идут занятия театральным, занятия хором. Как раз 9 мая будет онлайн-спектакль «Стюре в истории Эдуруса». Это однозначно необходимо делать, потому что подрастающее поколение должно знать историю, должны гордиться своей победой. Кроме того, проходят занятия английским языком, русским языком. И мы планируем до конца карантина продолжать занятия. Занятия эти бесплатные. По большому счету к ним могут присоединяться не только те дети, которые занимаются у нас на постоянной основе, но и те дети, которые просто хотят попробовать абсолютно для всех. Вход свободен. Единственное, что необходимо будет скачать приложение и обратиться к нам за шифром. За расписанием и за шифром мы с большим удовольствием всем об этом расскажем и подскажем. Плюс ко всему Эдурус ведет работу по выявлению неблагополучных, скажем так, ситуаций. Не людей, а людей, которые оказались в трудноизвестной ситуации. Для этого проходят консультации с мэрией города Алания, социальной службой. И, естественно, русскоязычная диаспора собирает средства, на которые потом покупаются продуктовые наборы. На сегодняшний день более 15 семей, которые воспользовались этой помощью. И я безмерно совершенно рада тому, что люди, проживающие в Алании, поддерживают эту идею, поддерживают нас и делятся тем, чем могут поделиться. Вот такое вот интересное видео репортажное у нас получилось, друзья. А сейчас, как вы думаете, куда мы с вами едем? Конечно же, на берег моря. Давайте скорее отправляемся в Конаклы. Мы приехали на берег моря, в район Конаклы. Никогда здесь не были, но здесь тоже очень красиво. Сейчас спустимся с вами на пляж и насладимся вот этой красотой. Сегодня невероятно солнечная, тёплая, по-летнему яркая такая прям классная погода. И я не могу вас оставить без того, чтобы не показать вам море. Пляж такой здесь песчаный. Я не знаю, кто из вас был на этом пляже, но мы остановились около ближайшего пляжа, где можно было выйти. И, конечно же, как вы видите, пляж здесь пустынный. Вот там вдалеке я вижу какие-то пляжные бары, отели. А с этой стороны уже на горе видны частные дома. Но очень-очень красиво. Какое дно здесь, друзья, я тоже не знаю. Как мы видим, волны здесь такие, достаточно мощные сегодня. Камни. Пляж очень живописный. И, конечно же, друзья, не забывайте никогда о том, что в Аланье очень много разных пляжей. Как песчаных с очень мелким песком с прекрасными входами, так и пляжей с плитами. И, конечно же, вот таких вот пляжей, где есть и плиты, и песок. И не забывайте о том, что на каждом пляже тоже могут быть и плиты, и песок. Поэтому находите хороший вход в воду, наслаждайтесь этим пляжем. Или, если вам нужны только песчаные пляжи, пожалуйста, выбирайте отель или место, где вы будете жить рядом с этим пляжем. Поэтому, еще раз повторяю, в Аланье много разных пляжей на любой вкус и цвет. А сейчас, друзья, оставляю вас наедине с морем. Вот так. Продолжение следует... И вот на такой прекрасной ноте, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх, комментировать. Ну и, конечно же, желаем вам всем здоровья и всего самого лучшего. Всем пока-пока из солнечной Алании. Субтитры подогнал «Симон»!